МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Девятый поселок в Черногорске взбудоражен ЧП, которое произошло накануне вечером. Буквально на ровном месте погибли 4 коровы. Их убило током. Животные, как обычно, возвращались с выпасов. Часть пути по какой-то причине оказалась под высоким напряжением. Людей возмущает не только само происшествие, но и то, что по опасной тропе ежедневно ходят люди, в том числе дети. Репортаж Натальи Гармашовой. У меня за спиной одна из самых оживленных улиц 9-го поселка Черногорска. По ней каждое утро ходят в школу дети, по ней же гонят на пастбище скот. Никто из местных жителей даже не мог и предположить, что этот пятачок на перекрестке может быть смертельно опасным. Узнали об этом жители окрестных домов только минувшим вечером. Как обычно, собрались у дороги, чтобы встретить возвращающееся с пастбища стадо. Когда до животных было уже рукой подать, коровы неожиданно начали падать. Я думал, ноги ее подвернуло, что ли. Я полез ее, хотел за рога вытянуть, думаю, что хоть она там кричит. А другие следом, они как бесились, все, кидаются туда, лезут одна за одной. Хорошо я тоже выпрыгнула, защипала током. Сосед закричал, не лезть там, видать, ток. Чтобы не случилось больше беды, жители вместе с пастухом начали отгонять стадо от опасного места. А вот из оказавшихся в электрозападне коров удалось спасти только одну, кормилицу Владимира Фабера. Остальные четыре погибли. На рога накинули елки, оттащили ее. Она встала, посуталась маленькой и послала. Мужчина говорит, если бы его корову спасти не удалось, виновникам трагедии этого бы никогда не простил. Между тем, поликарпу Трухину придется учиться, пока жить без коровы. Сделать это будет непросто. В семье девять человек, из них пятеро внуки. Сейчас срочно нужно купить еще корову. Как вот это дело, если оплотят, значит, на этом наша жизнь будет составляться. Корова сухи не стоили 30 тысяч, но она вот сейчас столько бы дала на работку молока, что просто трудно сейчас оценить это. Между тем, первые шаги в поиске виновных люди уже сделали. В тот же вечер все четверо хозяев животных обратились с заявлениями в полицию. Но сотрудники ветинспекции посоветовали идти дальше. Подавать исковые заявления, я считаю. Сейчас все заактируем. Владельцев мы уже установили, естественно. Вывозить трупы, утилизировать. Главный вопрос, который волнует народ, можно ли ходить по этой дороге без риска для жизни. По словам людей после ЧП, энергетики ничего им не объяснили и даже не огородили электроопоры. Оно передается через стол, где-то изоляция или что-то плохое. Заземления нету или что есть? Ну это надо электриков, чтобы... А они разговаривать не захотели. И хотя бы вот они были, они подписывать не будем, ничего мы не имеем права. Сказали, мы не имеем права. Сегодня энергетики нам пояснили. Линия обесточена, на месте работала комиссия. Уже определена причина ЧП, но давать интервью до окончания расследования специалисты отказались. Лишь после того, как суд определит виновных, можно будет говорить о выплате компенсации. Между тем, у жителей девятого поселка злополучное место еще долго будет вызывать опасения. Хотя ходить здесь придется уже потому, что каждое утро нужно отправлять коров на пастбище. Разбойное нападение на АЗС. В районе Маинского ключа на 9-м километре автодороги Сайногорск-Черемушки трое мужчин в масках ворвались на заправку около 5 часов утра. Они были вооружены железными прутами и предметом, похожим на пистолет. Двое нейтрализовали охранника, свалили его ударами по голове, били ногами. Третий под угрозой оружия заставил открыть кассу. Угроза пистолета продавщицам угрожали и забрали деньги. Причем то, что смогли, то и взяли. Нападавших было трое человек, они были в масках. Но по данному факту сейчас проводится проверка. Преступники забрали 3,5 тысячи рублей и несколько карт экспресс-оплаты мобильной связи. Пострадавший охранник доставлен в больницу. Полиция ищет преступников. Их возраст ориентировочно от 20 до 30 лет. Напомним, что в прошлом году по Хакасии прокатилась волна бандитских нападений на заправке. Преступников тогда удалось задержать. Заложницей собственного внука стала 88-летняя жительница Абакана. Молодой человек грозился убить свою бабушку. Все началось с анонимного звонка в дежурную часть. Звонивший сообщил, что пьяный дебошир избивает своего отца. Полицейские выехали на место. Увидев людей в погонах, мужчина забаррикадировался в доме. И угрожал убить бабушку, если правоохранители не уйдут. Уговорить его отпустить жертву полицейским удалось спустя час. 24-летний молодой человек арестован. Отметим, он уже судим за избиение отца. Теперь за это же преступление, совершенное повторно, ему грозит до трех лет тюрьмы. А за удерживание в заложниках родственницы еще два года. А в селе Черное озеро Ширинского района главной темой дня остается защита от весенних подтоплений. Неделю назад мы рассказали о том, что более 30 домов оказались во льду из-за талых вод. У людей размыло фундаменты, уничтожены запасы овощей и посевной картофель. На компенсацию ущерба рассчитывать не пришлось. В сельсовете попросту нет дополнительных средств. Но больше всего люди боялись очередного затопления с приходом тепла. Водотводной канал, построенный еще в советское время, разрушен и давно уже не защищает село. Районные власти обратились к руководству республики с просьбой о выделении дополнительных средств. И вопрос был решен положительно. Черноозерному сельсовету перечислено около 130 тысяч рублей на реконструкцию защитных сооружений. Министерство экологии Хакасии возглавит экс-директор разреза Степной Борис Варшавский. Напомним о том, что республике необходимо новое, 13-е по счету министерства. Глава региона сообщил еще осенью прошлого года. Министерство природы и экологии создано не новым штатом, а на основе слияния нескольких комитетов и ведомств. Сегодня Абаканский роддом на несколько часов остался без тепла. Отключить отопление пришлось из-за порыва теплотрассы. Причем руководство медучреждения попыталось скрыть проблему. Коммунальщики отключили отопление в роддоме примерно в час дня. Вместе с ним без тепла осталась и расположенная рядом прачечная. Спустя некоторое время коммунальщики обнаружили ряд других неполадок. И чтобы устранить их, перекрыли отопление еще в трех административных зданиях больничного городка. Тепловые сети обещали закончить ремонт до конца рабочего дня. Кстати, они заверяют, что из-за перебоев с теплом в роддоме холодно не стало. Правда, уточнить это не получилось. Руководство медучреждения заметно нервничало и комментировать ситуацию отказалось. История вокруг строительства коттеджного поселка в Абакане сегодня получила продолжение. К делу подключились городские экологи. Напомню, накануне мы сняли материал о том, что строители ведут массовую вырубку леса, захламляя дренажный канал. Сегодня на место лично выехал главный эколог Абакана. Мнение профессионала выслушал Константин Кравцов. Видимо, так совпало, что именно к приезду эколога городской администрации Татьяны Соловьевой лед канала взялись чистить рабочие. Поваленные кроны пока еще его украшают. Но что случится, когда лед растает? За такое фирме-застройщику положен штраф до полумиллиона. Однако ее представитель заявляет, уберут все в ближайшее время. Татьяна Соловьева, очевидно, пока верит на слово. Вот эти мороженые деревья, эти были свалены ветром, и они, конечно, умерзли. Мы тогда еще снос деревьев не производили. Те деревья, которые снесены в зимний период, они вытащены на берег, и все эти порубочные остатки будут вывезены буквально в течение трех недель. Возбуждения административного производства и принятия мер административного реагирования в данном случае нет. Впрочем, место, где будет стройка, можно сказать, стратегическое. От этого и внимание к нему особое. Здесь и дамба рядом, и дренажный канал. Однако инженеры заявляют, строить поселок, в принципе, можно. Отступив от воды 15 метров, и еще фундаменты домов не должны препятствовать грунтовым водам. Если застройщик эти требования не будет соблюдать, то потенциально возможно подтопление фундаментов этих зданий. Конкретно по этому участку. Ну и, соответственно, там какие-то последствия уже для самих зданий. То есть подвальные помещения, фундаменты будут подтоплены. Грунтовая подушка, очевидно, как вариант выполнения условий. Впрочем, разрешение на строительство администрация города фирме пока еще не выдала. Идет процедура согласования. Константин Кравцов, Сергей Казьмин, Вести, Хакасия. Аршановский угольный разрез не нанесет урона экологии Хакасии. Такой вердикт вынесли специалисты в глав госэкспертизы в Москве. Проект прошел согласование по всем аспектам. Особенное внимание специалисты уделили вопросам экологии и отдельно охране водных ресурсов. Согласно проекту, промышленники будут использовать очистные сооружения и баражную завесу. Это водонепроницаемая стена, вкопанная в землю. Она будет окружать карьер по периметру и не позволит попадать грунтовым водам в карьер и выходить из него. Общая стоимость всей очистной системы более полутора миллиардов рублей. Кроме того, промышленники сократят до минимума взрывные работы. Все 24 ведущих эксперта института поставили свои подписи в документе, подтверждающем экологическую безопасность проекта. Сейчас начинается самый сложный и важный процесс. Это работа со всеми соответствующими организациями, органами, для того, чтобы нам сделать соответствующие документы для начала строительства разреза. Напомним, предприятие планирует разрабатывать угольное месторождение в Алтайском районе Хакасии, недалеко от села Оршаново. Сегодня стало известно имя очередного претендента на пост главы Хакасии. Напомним, о своем участии уже заявил временно исполняющий обязанности председателя правительства Виктор Зимин. С кандидатами на региональных выборах в Хакасии 8 сентября этого года определилась ЛДПР. Кандидатуры обсуждались в Москве сразу после завершения съезда партии. Решено, что партийный список на выборах в Верховный совет Хакасии возглавит сам Владимир Жириновский. Вторым номером будет руководитель регионального отделения Валерий Старостин. Определились либерал-демократы и с претендентом на пост главы республики. В этом году в Кандидатуре обсуждались несколько кандидатур, среди них и депутаты Госдумы. Выбор пал на Виктора Соболева. Я единственный депутат Госдумы, у которого прописка город Черногорск. Я единственный депутат Госдумы, который, как Валерий Николаевич правильно сказал, имеет возможность взаимодействовать не только по горизонтали, но и по вертикали с федеральными министерствами, ведомствами, со всеми вытекающими структурами. Так получилось, что я единственный депутат Госдумы, который знает о проблемах Хакасии изнутри. В интернете продолжается голосование в рамках проекта «Россия-10». Напомним, конкурс достопримечательностей и природных красот стартовал на прошлой неделе. В отличие от всех предыдущих, победители этого состязания будут представлены в одном парке. Десять самых уникальных объектов страны в миниатюре воссоздадут в Московской области. Будет ли там Хакасия, зависит от каждого из нас. Где и как можно проголосовать, расскажет Анна Ахпашева. Телевидение и Радио России и Русское Географическое Общество представляют. Общенациональный проект «Россия-10». Уникальный проект стартовал по всей России 25 марта. В течение четырех месяцев вся страна будет голосовать за самые красивые, любимые природные места и памятники культуры. Задача проекта – поддержать внутренний и международный туризм, рассказать об уникальных географических, архитектурных и исторических объектах России. Проект поддержали все восемь округов, в том числе и сибирский федеральный. Здесь для голосования выбрано 113 достопримечательностей. Хакасия выставила на народное голосование 12 объектов. Интересные и такие значимые объекты, имеющие историко-культурное значение, природоохранное значение в республике Хакасии – это музей-заповедник Казановка, заказник Пазарым, заповедник Хакаский, Аглахтинская крепость и много других интересных объектов. Чтобы проголосовать за красоты Хакасии, нужно зайти на сайт, выбрать «Сибирский округ», найти нашу республику и открыть список достопримечательностей. Один раз в сутки можно выбрать три объекта или трижды проголосовать за один. Сегодня, к примеру, за Саяно-Шушинскую ГЭС отдано уже более 4 тысяч голосов. Наша станция на пятом месте по Сибирскому федеральному округу. Кстати, соседи, жители Красноярского края, уже активно вступили в голосование, и сегодня их природный парк «Столбы» уступает лишь озеру Байкал. В первом туре до 30 июня в каждом округе будет выбрано 10 победителей. Всего по России 80. К финалу останутся 30. И вот тогда развернется настоящая битва за право войти в десятку лучших. Выбирать их будут посредством интернет-голосования и с помощью СМС-сообщений «Все жители». И у нас с вами тоже есть возможность сделать так, чтобы красоты Хакасии стали гордостью и достоянием всей страны. Проголосовать за республику на сайте, адрес которого сейчас на экране. В одном из выпусков «Вести Хакасия» мы рассказали о конфликтной ситуации в поселке Шира. Яблоком раздора стал земельный участок, который пытался продать Артем Маргарян. По словам покупателей, он взял задаток – 50 тысяч рублей. Однако и участок не продал, и тянул время с возвращением задатка. Как пояснили пострадавшие, Маргарян называл себя зятем главы поселка Юрия Ковалева. Поэтому говорил, что проблем не будет. Но позже несостоявшимся покупателям пришлось обращаться в полицию. Они не могли вернуть внесенные деньги, и к тому же в их адрес посыпались угрозы. И вот выясняются новые обстоятельства. Маргарян не является зятем Ковалева. С заявлением об этом к нам обратился лично глава райцентра и пояснил, что в родственных отношениях они не состоят с 2009 года. Кстати, после выхода материала в эфир, задаток потенциальным покупателям земельного участка был возвращен в полном объеме. И это все новости на сегодня. Напоминаю, что посмотреть выпуски Вести Хакасия можно также в Твиттере и на Фейсбуке. Я желаю вам приятного вечера и удачи. До свидания.